Привет! В каждой компании есть модели более или менее удачные с точки зрения цена-качество. В этом выпуске мы попробуем, опираясь на наш опыт, собрать самые удачные, на наш взгляд, смартфоны Xiaomi, которые действительно оправдывают свою цену. А также на какие нюансы обратить внимание при покупке смартфона от Xiaomi, чтобы не прогадать в своем выборе. Вы на канале Smart Plus. Начнем! А начнем, пожалуй, от малого до великого. Самые дешевые смартфоны компании. Они будут лучше малоизвестных фирм за те же деньги. Ведь даже в этом сегменте именитые компании стараются держать марку. До 100 долларов. У нас тут находится смартфон за сумму от 80 долларов. Redmi 6A. Данный смартфон имеет просто отличные характеристики за свою цену. IPS-экран на 5,45 дюймов. Неплохая батарейка на 3000 мА. Достаточно производительный за свою цену процессор Helio A22, который позволит играть вам в современные игры на средних настройках. Камера 13 мегапикселей, что даст достаточно неплохое качество. Даже отдельный лоток под сим-карты есть. А главное, очень функциональная и удобная оболочка от Xiaomi. Тут будут приходить все официальные обновления, в том числе MIUI 10. Управление жестами, разблокировка по лицу, ну и все стандартные фишки от Xiaomi тут есть. Думаю, отличный выбор для нетребовательных пользователей или тех, кто хочет сэкономить, купить смартфон в подарок близким или ребенку, ну и так далее. Есть версии глобальные, а есть азиатские. Есть память на 2.16, 2.32 и 3.32 гигабайта. Только на Алиэкспресс 3.32 гигабайт есть только азиатская версия с глобальной прошивкой. Глобалки только с 2 гигабайтами оперативной памяти. Покупать можно на Алиэкспресс, а можно и у нас. Некоторые смартфоны невыгодно даже покупать в Китае, так как в ценах может быть небольшая разница, а с Китая нужно ждать. А тут по месту и с гарантией. Как делаю я? Сначала захожу на Алиэкспресс, смотрю цену, дальше юзаю сервисы для сравнения цен у нас. Раньше вручную с этим было сложнее, а сейчас любой смартфон, например наш, первый легко можно мониторить в ценах в популярных магазинах. Кстати, как в Украине, так и в России. При этом можно выбрать количество памяти и вообще посмотреть характеристики. И это очень круто. Смотрим цены. Данный смартфон стоит минимум 100 долларов, если покупать по месту. В Китае же немного дешевле. Ждать и экономить или купить сразу, выбирайте сами. Для удобства на все смартфоны буду давать ссылку, как на Китае, так и где посмотреть цены у нас. А вы смотрите и сравнивайте, где выгоднее. Так как в данном сюжете это было бы очень долго. Следующий смартфон Redmi 6. Чуточку дороже, чем Redmi 6A. У них одинаковые экраны. Вообще они похожи, но это чуть старшая модель. Тут как бонус двойная основная камера, чтобы фотографировать с боке. Плюс тут есть сканер отпечатка пальцев на спинке. И немного шустрее процессор. В целом смартфоны схожи, но если вам надо чуть шире функционал, можно брать. Версию 3.32 гигабайт можно взять за 110 долларов в среднем в Китае. Но в этом нет никакого смысла, если версия 3.64 гигабайта не намного дороже. И если брать, то уже ее. Дальше. Redmi S2. Тут уже более навороченное железо. В лице Snapdragon 625. Минимум 3.32 гигабайт памяти и неплохая двойная камера. Корпус хоть и из пластика, но сборка хорошая. Как и экран. Хоть он тут и HD+, а не Full HD. Но зато батарея как для своей емкости держит неплохо. Она кстати тут на 3080 мА. И процессору тоже легко работать. Это уже не ультрабюджетник, а просто бюджетник от Xiaomi. И вполне нормальный аппарат за вменяемые деньги на сегодня. В районе 129 долларов за версию 3.32. Цена вполне хорошая за этот смартфон. В этой же ценовой категории можно посмотреть Redmi 5 и Redmi 5+. Там в корпусе есть металл. Производительность плюс-минус такая же как в Redmi S2. В Redmi 5 Plus экран даже Full HD. Камеры не двойные и похуже по качеству в фото и видео. Но учитывайте, что эти смартфоны не совсем свежие. И покупать их сейчас, ну так себе идея. Дальше у нас Redmi Note 5. Все еще актуальный среднебюджетный смартфон, который тоже вышел не вчера, скажем так. Но все еще очень популярен и покупаем. Тут уже более производительный процессор Snapdragon 636. Хватит даже для требовательных игр на средних настройках. Также светочувствительная хорошая двойная камера 12 плюс 5 мегапикселей. И фронталка на 13 мегапикселей. Не зря он так популярен. Потому если не слышали раньше, обратите внимание. Сразу после него прямо дышит ему в спину Redmi Note 6 Pro. Назову его модифицированным Redmi Note 5. Дело в том, что начинка тут очень схожа. Процессора одинаковы. Модули камер тоже. Но и отличия есть. На канале есть сравнение, кому интересна подсказка вверху справа. Если вкратце, то хоть основные модули камер одинаковы. И фото снимают плюс-минус одинаково. То видео лучше получается у Redmi Note 6 Pro. Фронталка тоже немного лучше у последнего. Еще у него немного лучше экран по цветам. А также дизайн другой. С выступом, который можно скрыть. Ну и по мелочам. Если позволяет бюджет, или же когда уже сравняются цены. Лучше брать Redmi Note 6 Pro. Если выбирать из них двоих. Вот эти два смартфона можно назвать народными любимцами на сегодня. Но в любом случае с Redmi Note 5 не берите сейчас смартфоны с так называемым Global ROM. Это азиатская версия смартфона прошита на глобальную прошивку. Что-то Xiaomi мутит сейчас загрузчиками. Лучше от греха подальше немного переплатить и взять именно глобальную версию. Это и есть нюанс при покупке. Обращайте внимание на то, чтобы это была именно глобальная версия с пометкой Global. Там будет глобалка из завода и зарядка под нашей розетки без переходника. И это не только с этим смартфоном, а вообще. В Xiaomi лучше немного переплатить за глобалочку. Цены смотрите в описании. Но это в районе 150-190 долларов на данный момент за эти смартфоны. В зависимости от количества памяти. Дальше рассмотрим уровень выше среднего, предфлагманы. И тут у нас крепко засел Mi 8 Lite. Данный смартфон можно рекомендовать тем, кто хочет классную камеру за разумные деньги. Тут все еще нет модуля NFC, как и во всех предыдущих моделях. Но тут хороший сенсор основной камеры. Sony AMX 363 на 12 мегапикселей. И вспомогательный модуль на 5. Фронталка на целых 24 мегапикселя. Я уже вижу, как девчонки берут его в качестве селфи фона. Разъем тут уже USB Type-C. Быстрая зарядка поддерживается. Отличный экран на 6,26 дюйма. Процессор Snapdragon 660. И он будет шустрый. В общем, свежий актуальный смартфон, который можно купить по цене от 210 до 220 долларов в Китае. Также, только если вы любитель голого Android и не признаете оболочкой MIUI, можно смотреть в сторону Mi A2. Его сильные стороны это камера, процессор Snapdragon 660, а слабая сторона автономность. 3010 мА плюс данный процессор и чудо по автономности не будет. Ну а кто ищет актуальный смартфон Xiaomi с хорошим процессором и голым Android, это самое оно. Ну что же, добрались мы до флагманов. Mi 8, конечно же. Тут вам и мощный процессор 845 Snapdragon. Очень быстрая работа оболочки и AMOLED-экран, если вы любитель таких. Тут есть NFC и, конечно же, флагманская двойная камера с 4-осевой оптической стабилизацией и поддержкой искусственного интеллекта. И хорошая фронталка на 20 мегапикселей. Стоит глобальная версия 400 долларов, грубо говоря. 6 до 28 гигабайт. А если покупать, то именно такую версию. Ну и, по-моему, самый благоразумный выбор на сейчас среди флагманов. Можно сказать даже в принципе не только среди Xiaomi. Это Mi Mix 2S. Он подешевел. В Китае стоит 380 долларов за версию 6-128 гигабайт. И меньше на долларов 20 за 64 гигабайта. Тут такой же топовый процессор, как у Mi 8, только экран IPS. И, как на мой вкус, это очень даже хорошо. Также флагманская двойная основная камера, которая порадует классными снимками и качественным видео. Фронталка будет похуже, чем у Mi 8. Она тут на 5 мегапикселей и не в очень удобном месте. Конечно, поддерживается быстрая, а также беспроводная зарядка. Mi 8 беспроводную зарядку не поддерживает. Также вас должен порадовать безрамочный дизайн. Особенно тех, кто не любит вырезы сверху экрана, как сейчас модно. Вместе с дизайном и более компактные для 6 дюймов габариты. Цена довольно-таки просела после выхода Mi Mix 3. И я скажу вам, что действительно, за эту цену просто отличный вариант. Самое интересное, что недавно в Украине он продавался по такой же цене, как и на Алиэкспресс. Потому я и говорю, что цену нужно смотреть и там, и там. Но дефицит черного цвета явный. Тут Xiaomi не рассчитали немного в этом плане. Вот и все, друзья. Это, на наш взгляд, самые интересные смартфоны от Xiaomi в плане цена-качество. Если у вас Xiaomi и он не попал в этот топ, не расстраивайтесь. А лучше напишите в комментариях, что у вас за модель и чем она хороша. Если ваш смартфон попал в этот топ, тоже об этом напишите. А также расскажите, какой бы взялись себе из этого топа и почему. Будет интересно почитать. Желаю вам только удачного выбора. Помните, что смартфоны устаревают почти так же быстро, как выходят. А значит, это не последний топ. Так что подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе лучших предложений в смартфоностроении в плане цена-качество. С вами был Смарт Плюс и всем пока, друзья. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, дружище, подписывайся. Тут будет круто. Будем выбирать мне дом. Субтитры сделал DimaTorzok